Про наука КФУ Это на самом деле довольно-таки интересно, то есть, к примеру, изучать всякие механизмы, их работа, это вообще, я считаю, довольно-таки увлекательно Гуманитарная помощь Казань-Мариуполь. Дни Чигуна в Челнах-2022 Всем привет! В эфире Универа Ньюз, а в студии Виктория Бояринцева В высшей школе государственного и муниципального управления состоялось открытие программы повышения квалификации глав сельских поселений муниципальных районов Республики Татарстан Основной темой программы стали современные подходы к управлению сельскими поселениями Действительно, на базе КФУ эта программа уже идет более 10 лет, мы периодически проводим вот такие тренинги, такие семинары, я думаю, что они взаимно полезны Для нашей коллеги, я хотел сказать, что мы не только для Республики проводим такие мероприятия, мы и для других регионов В Казанском федеральном университете состоялась 15-я серия про наука в КФУ Подробнее расскажет Алина Красильникова Ночь интеграции, такое название носит 15-я серия научно-популярного проекта про наука в КФУ Более 2000 зрителей, 10 спикеров и 15 интерактивов Каждая из них оснащена необходимым оборудованием и ждет своего зрителя Во время торжественного открытия проекта первый проректор, проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский поприветствовал гостей На протяжении всего вечера преподаватели вуза и приглашенные спикеры читали научно-популярные лекции В 108-й аудитории были определены 5 лекторов Первым выступил доцент кафедры политологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Виктор Сидоров с лекцией «Наука и искусство» с опытов Леонарда Ксайенс-Арт Далее свои знания представил основатель научно-просветительского проекта «Мы верим в космос» экс-специалист по подготовке космонавтов, автор книги «Космос. Будь в теме» Денис Прудник который помог участникам окунуться в мир космического туризма Третьим спикером стал директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский В своей лекции он рассказал, какие объекты и понятия живых систем переняла IT-сфера Тема доклада описывала биоинспирированные То есть это то, как мир живого, он ведь рождает какие-то понятийные вещи Что-то открывают ученые, что-то они используют И на самом деле в IT-сфере мы очень много оттуда почерпнули И доклад был, собственно, попыткой рассказать о части таких приобретений, которые IT-сфера забрала из сферы жизни В 19.40 всем желающим была представлена возможность послушать занимательную лекцию доцента кафедры конструктивно-дизайнерского проектирования Института дизайна и пространственных искусств Адели Сайфудиновой и экологика в пространственных искусствах Завершающей стала лекция о нанотехнологиях в современной жизни Старший научный сотрудник, научный исследователь к лаборатории Многофункциональные наноструктуры и кристаллы фотоники Для решения фундаментальных задач биомедицины и материаловедения Института физики Максим Пудовкин Он рассказал о тонкостях выбранной темы и ответил на интересующие вопросы Нанотехнологии, они во всех сферах применимы Я бы хотел их осветить, но перед этим я хотел бы все-таки дать матчать Что это такое, как это исследуется, как это синтезируется, а потом уже он приходит к применению И, наверное, самое интересное, то, что, как некоторые применения нанотехнологий, например, в схемотехнике Помогают потом в биологии это все применить и так далее В 109-й аудитории также прошли лекции приглашенных спикеров Всего прошло 5 лекций Первым выступил Александр Гусев с лекцией геологическое освоение Луны Спикер говорил о геологическом освоении Луны Преподнося информацию для зрителей простым и понятным языком Далее прошла лекция «Абьюз головного мозга», где поговорили о новых словах и их лексическом составляющем Затем в без 15.7 стартовала лекция «История и реалий медиаискусства» Спикер рассказал о истории зарождения культуры медиаискусства, о создании мультимедийных перформансов Чем заинтересовал не только осознанную часть аудитории, но и ее юных зрителей Которые после окончания лекции продолжили задавать вопросы, желая побольше углубиться в эту тему В 19.40 в аудитории началась лекция «Нейромаркетинг. Как заглянуть в подсознание потребителя» Спикер рассказал о том, как правильно проанализировать реакцию потребителя на тот или иной продукт Рассказала о нейромаркетинге, как о науке Заключительной стала лекция «Зеленая химия в косметике и косметологии», где были открыты тайны зеленой химии Спикер рассказала, почему стоит перестать бояться химию и как она гармонична, а главное с пользой для здоровья, используется в косметике и косметологии Зачастую люди очень боятся химии, потому что думают, что химия может быть вредна Но это очередной миф, который сопровождает жизнь всего человечества В 218 аудитории спикер Юрий Синодов рассказал о том, как манипулировать мнением масс одной лишь новостной повесткой И насколько важна иллюзия критического мышления Директор по развитию новостного агентства СМИ-2 подчеркнул, что на данный момент в информационном поле сложилась уникальная ситуация Благодаря ей подрастающее поколение в будущем сможет без труда распознать признаки информационного давления Лекции об искусственном интеллекте провел директор Института вычислительной математики Казанского федерального университета Дмитрий Чекрин Он рассказал о том, какие бывают искусственные интеллекты и как они используются в работе беспилотного транспорта Посетили лекцию не только студенты Казанского федерального университета, но и ученики казанских школ Несмотря на довольно сложную тематику, участники фестиваля без труда включились в обсуждение В это же время в холлах первого и второго этажей проходили мастер-классы, интерактивы, викторины, выставки, презентации, игры, квизы, демонстрировались опыты Наш институт в этой локации представляет небольшие эксперименты, небольшие опыты для детей, ну и для взрослых Если посмотрите за моей спиной, очень много взрослых, которые ощущают себя детьми, ощущают себя изобретателями, открывателями Химия это немножко магия, и сейчас все, кто здесь находится, они погружаются в эту магическую область, ощущают себя волшебниками Смотрят, как все это происходит, когда вещества взаимодействуют друг с другом, какие-то дымы, какие-то пары, вот шарики лопаются Все очень забавно и интересно, любовь к химии всегда начинается через вот такие опыты Научно-популярное мероприятие вызвало большой интерес не только у школьников, но и у студентов Казанского федерального университета и пришедших с маленькими детьми взрослых Казанский федеральный университет на 15-й серии научно-популярного проекта «Про науков КФУ» показал, что такое наука Это магия реального времени, та самая сила, которая должна покорить пространство, а потом и время Коллектив Казанского федерального университета с начала специальной военной операции оказывает помощь жителям Донбасса Гуманитарный груз, собранный силами работников, преподавателей и студентов, отправился по маршруту Казань-Мариуполь Тему продолжает Аделина Абдрахманова 31 октября на региональном складе прошел завершающий этап подготовки гуманитарного груза перед отправкой Всего было собрано порядка 2,5 тонн груза, который уже сегодня отправится в точку назначения Подспорье для нуждающих собирал не только Казанский университет, но и вся Казань Вчера вернулся с Лисичанска, куда мы отправили больше 120 тонн гуманитарной помощи И поэтому здесь эта работа происходит на системной основе И практически каждую неделю наша республика направляет гуманитарную помощь Будто в Лисичанск, который является подшерком для нашей республики Или на другие уже теперь наши территории Напомним, что 26 октября Казанский федеральный университет уже отправил собранную часть на склад Студенты из всех институтов принимали активное участие в сборе средств для Мариупольского университета Начало акции было инициировано Елабужским институтом КФУ И поддержано ректором университета Ленаром Сафиным Он предложил присоединиться к акции всех неравнодушных сотрудников Казанского университета Помимо уже отправленного груза, Казанский университет ведет тесное сотрудничество с Мариупольским университетом Сюда входит и обмен опытом, и образовательная смена для 100 детей из 5 городов ДНР в лагере «Буревестник» Я решил участвовать в этой акции, потому что я считаю, что это добрые дела Потому что много людей из Донбасса, им помощь нужна, они там живут нехорошо У них даже дома нет, и еды тоже нет А мы как одна страна, один народ, как большая одна семья И надо им помочь Отметим, что это не последний груз, который будет отправляться на освобожденные территории Адалина Абдрахманова, Универ Ньюс В набережной Чаунинском институте Казанского федерального университета В рамках международного научно-практического форума «Дни чугуна в Чаунах-2022» Состоялась научно-практическая конференция О всех тонкостях в материале далее В стенах «Альмаматор» в рамках международного научно-практического форума «Дни чугуна в Чаунах-2022» прошла научная практическая конференция Цель мероприятия – объединить усилия научных и производственных специалистов Направленные на развитие чугунных изделий И решение текущих проблем чугунно-литейного производства Мы считаем наше мероприятие уникальным По какой причине? Мы вот уже, получается, пятый год, четвертый раз, пятый год проводим мероприятие Первое мероприятие было инициировано по той причине, что мы не нашли в существующем информационном пространстве Вот такой вот возможности спокойного, профессионального, несуетливого общения именно профессионалов Стоит отметить, что в число участников форума вошли руководители технологии Мастера производственных участников, лабораторий и служб качества чугунно-литейных производств Конструкторы чугунных изделий, преподаватели и сотрудники образовательных организаций всех уровней Исследователи, студенты и аспиранты Мы стараемся покрывать все отрасли метеорологии Организованы в основном для того, чтобы помочь нашим метеорологическим промышленностям Это в разных отраслях Первое всего это трансфер технологий Мы стараемся развить новые технологии по разным отраслях науки И плюс еще, конечно, чисто фундаментальные научные работы И тоже большой роль мы играем в повышении квалификации инженеров, которые работают в промышленности В ходе конференции на обсуждение были вынесены следующие вопросы Основные тренды развития производства чугунных изделий Теории кристаллизации чугуна, механизмов и методов Управление структурой и свойствами чугуна в изделиях Демонстрация достижений в области проектирования, технологии изготовления и контроля качества чугунных изделий Амир Ахтямов, Центр медиакоммуникации, Набережная Челнинского института КФУ, Универньюс Казанский университет улучшил свои позиции в глобальном рейтинге КУЭС по новому направлению оценки Так, по уровню общего развития КФУ занял второе место среди вузов России Пропустив вперед СПБГУ и опередив МГУ На этом все. В студии была Виктория Бояренцева Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok